Вот только вопрос, а если теперь даже МВФ не будет требовать от Украины этого решения, то что заставит украинских политиков за него голосовать? Давайте обсудим это как раз с Алексеем Мушакомом на связи со студией. Алексей, я вас приветствую, спасибо, что присоединились. Так ответьте, пожалуйста, вот если даже МВФ не будет требовать от Украины земельную реформу, как тогда наши политики найдут за неё 226 голосов? Вообще, кому захочется искать эти голоса при таких обстоятельствах и таком противодействии? Добрый вечер студия, дякую за ваше питание. Но, первое за все, позиции МВФ свищают про то, что на самом деле финансовая глобальная клаака, или как я называю, кодла, или еще что-то там, она не спит и не видит, что украинскую землю нужно скупить, и еще какие-то там мифы, мне кажется, не подтверждаются. Теперь с привода того, для чего нужна земельная реформа? Вона же нужна не заради МВФ, и вона нужна не заради того, чтобы там иноземцы, олігархи и выкупили нашу украинскую землю. Наоборот, вона нужна заради того, чтобы дать украинцам право и возможность продавать и купить свою землю. Відповедно, какая может быть мотивация? На самом деле, очень просто. Мораторий имеет свои преимущества, но мораторий цементует, по-перше, нашу отсталенность, по-друге, нашу изольованность. Это раз. Другая позиция. Насправді, после запуску рынка земли, есть, конечно, сильный и позитивный экономический эффект. Это как и сбільшение податков, так и в том числе, и заложение инвестиций в Украину. Мне кажется, что то, что МВФ отказался как необходимую умову для отримания траншу, это играет на руку тем людям, которые выступают за рынок земли. Бо це з нас знімає обвинування в тому, що ми лоббіюємо якісь... Алексей, я вынужден вас перебить. Вы говорите все правильно, и эту свою мысль вы уже доносили и в нашей программе, и в «Черном зеркале» ток-шоу, напоминаю вам. Но все-таки на мой вопрос вы предпочитаете сейчас мне отвечать. Как вы будете искать голоса, если уже даже нельзя выйти к депутатам в зале и сказать, или транш, или голодные годы, или принимаем земельную реформу? Так, очень просто, на самом деле простую аргументацию. А то, что вы предложили, это означает або так, або коллапс. А я предложу, на самом деле, такое мягкое, лагидное поглинание аргументами. Почему не можно дать украинцам право вольно купить и продавать? Их же никто не будет заставлять. Мне кажется, что как раз через простую какую-то аргументацию с наявными цифрами, с всеми другими, будет легче перегонировать. Ох, Алексей, вспоминая все баталии политические, которые происходили и в этой студии, и в других, когда обсуждается земельная реформа, мне кажется, вы несколько оптимистично рассчитываете, что просто словесного убеждения будет достаточно. Хорошо. Вы считаете, насколько реалистичными расчеты, что до конца года будет принята земельная реформа? Или этот вопрос все-таки, так если объективно говорить, решить невозможно в ближайшее время? Я думаю, что, ну, еще не так давно при активной поддержке МВФ у нас были шансы 50 на 50. Сейчас сам, что все-таки там 25%, что будет принята земельная реформа, и граждане получают экономическую свободу. И 75% тоже, что насправді мораторий будет продолженный. И мне кажется, что это насправді ничего позитивного для державы не будет, оскільки мораторий не вырешивает проблемы, а те, которые их законсервовывают и делают глибшими. Ну, и здесь раздается риторический уже вопрос, как долго еще украинская политика будет зависеть от кнута иностранных наших партнеров и доноров. Спасибо. На мои вопросы отвечал Алексей Мушак, народный депутат от Блока Петра Порошенко и член Комитета по аграрной политике и земельным.